Языки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего образования Российской Федерации. Современные состояния и перспективы развития. По таким названиям в Наринмаре продолжают работу семинар-совещание по развитию языков коренных малочисленных народов Севера под эгидой Министерства просвещения России. На дискуссионных площадках собрались порядка 130 представителей более 10 национальностей, а также руководители, педагоги и специалисты образовательной сферы России. Наринмар впервые стал площадкой для столь масштабного мероприятия. Семинар-совещание «Языки коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего образования России» проводит Министерство просвещения, Федеральное агентство по делам национальностей и Фонд сохранения и изучения родных языков народов России. Ведем большую работу по популяризации родных языков и по привлечению молодежи в сферу преподавания родных языков. Главным фактором исчезновения родных языков коренных народов становится то, что в семьях перестают на них разговаривать. Мы должны создать те условия, которые бы позволили очень профессионально, правильно выстроить работу по изучению детьми родного языка. Но если не будет семьи, в которой будут говорить на языке, если не будет среды, где у ребенка будет возникать потребность, имеющиеся у него уже сегодня навыки постоянно применять, то, наверное, ситуация с родным языком может оказаться в такой же ситуации, как изучение иностранного языка, чего нам бы совершенно не хотелось. Одна из гостей округа, модератор семинара из республики Саха-Якутия Феодосия Габышева, считает кочевые детские сады одной из самых действенных практик по сохранению родных языков. Сегодня мы имеем полный нормативно-правовой акт, можно сказать, начиная от законов, кончая программами, учебными методическими комплектами именно по кочевому образованию. Я это очень приветствую. Я думаю, что именно языки сохранять, развивать, начиная с общения в семье, в окружении, где есть среда такая, непосредственно интегрируя и язык, культуру, и идентификацию конкретного народа. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север.